Соревнования проходят в несколько этапов. Водители уже справились с теоретической частью, ответили на вопрос о правилах дорожного движения, истории родного края и законодательства Российской Федерации. А сейчас для них началась самая тяжелая часть, а для нас самая интересная и захватывающая. Таксисты демонстрируют свое профессиональное мастерство уже за рулем. Трасса состоит из восьми элементов. Среди них разворот в ограниченном пространстве, поворот на 90 градусов с задним ходом, параллельная парковка, установка детского кресла. За каждое задание можно получить три балла. Испытания, как говорят организаторы, максимально приближены к реальным задачам, с которыми может столкнуться водитель такси. Всего в конкурсе принимает участие 16 человек. Это водители, имеющие разрешение на перевозку пассажиров и багажа. В первую очередь это популяризация профессии, также это безопасность дорожного движения, это легализация таксомоторного рынка и полностью безопасность движения в каждом регионе. Очередь выполнять испытания подошла для Сергея. Мужчина получил права 12 лет назад. На соревнования пришел, чтобы проверить, какие знания сохранились у него спустя годы и какие навыки он приобрел. Кажется, с испытаниями наш герой справился успешно. Самое трудное – змейку со стаканом воды на крыше автомобиля сделал идеально. Ни капли не пролито. Когда ездят с пассажиром, навыки вождения обязательно и общение с пассажиром должно быть более лояльным. Внушительный стаж 11 лет имеет и любовь. Девушка – единственная представительница прекрасного пола, принимающая участие в соревнованиях в этом году. В сферу такси она, кстати, пришла всего полмесяца назад. Профессию воспринимает как приятное хобби. Предстоящие испытания ее не пугают уверенно в своих силах. Да и победа для нее не самое главное. Просто захотелось какой-то получить опыт среди водителей, которые уже не один год за рулем. И плюс участвовали не в одном конкурсе. Волнуюсь, без волнений никак. В принципе, не переживаю. Если даже займу какое-то далекое место, будет опыт. Призовой фонд всероссийского конкурса составляет 3000 рублей за третье место, 5 за второе и 10 за первое. Победитель также получит возможность поехать в Сочи, чтобы представить свой регион уже на федеральном этапе. Мария Шумейкина, Дмитрий Наякшин, Александр Щеднов. Область новостей.